всем привет мы продолжаем рассматривать самые свежие новинки от импортных брендов в масштабе 1 к 43 и сегодня вам покажу относительно новую масштабную копию в оранжевой коробке maxi champs и это двухдверное купе bmw e30 эти масштабные копии появились в продаже около двух недель назад их рекомендованная стоимость составила около 35 евро где-то чуть дороже где-то чуть дешевле и maxi champs представил два варианта окраски bmw e30 первая машина именуется темно-синий металлик как раз вы видите ее на моем столе и вторую масштабную копию окрасили в бордовый цвет и тут машина именуется красный цвет металлик но на мой взгляд это больше бордовый цвет и мы рассмотрим синий автомобиль и сравним его со старой моделью от minichamps посмотрим в чем отличие у двух масштабных копий и выигрывает ли старая модель у более современного но упрощенного аналога и эти модели я посмотрел сейчас исчезли с продажи но не стоит беспокоиться если вам не досталась заветная масштабная копия та же ситуация что и со 140 mercedes они чуть позже снова перевыпустят эти масштабные копии и они будут свободно лежать практически во всех крупных европейских онлайн магазинах и тут коробочка ярко оранжевого цвета и не так давно я также приобрел пару новинок от xo models и когда поставил модели рядом до меня дошло что minichamps просто скопировал дизайн коробки у менее премиального бренда броский и яркий но вот именно такая упаковка мне почему-то напоминает продукцию xo хорошо ли это или плохо не могу сказать но мне больше нравились серебристые коробочки от minichamps и можно было продолжить эту серию а сейчас у minichamps черные упаковки и например maxi champs могли сделать в серебристом цвете и на нижней стороне упаковки есть различная информация которая касается данного бренда написано что это коллекционная масштабная копия а не игрушка кто бы сомневался масштаб 1 к 43 естественно модель изготовлена в китае и тут в целом вполне хорошее качество покраски и сборки хотя есть пару замечаний и очень расстраивает что minichamps пошел по пути упрощения своей продукции они практически не выпускают новинок основной упор это выпуск и переиздание старых моделей в оранжевых коробочках maxi champs хотя возможно для тех у кого не было первых моделей от этого бренда это вполне хорошая альтернатива чтобы приобрести заветную модель на полку потому что старые модели от minichamps все же довольно дорого стоят и например если смотреть на данный бмв е30 то на аукционах за модель minichamps цена может достигать 100 и 150 евро и тут очень красивый темно-синий цвет металлик с мелким зерном отлично просматривается расшивка и покраска моделей у minichamps всегда была сильной стороной практически нет изъянов хотя нужно быть внимательным особенно со старыми моделями в черном цвете потому что на многих экземплярах по прошествии времени начинаются маленькие вздутия на лакокрасочном покрытии и как-то вам показывал mercedes-benz в 220 кузове у меня тоже на модели очень много непонятных вкраплений которые появились со временем если вы посмотрите у этого автомобиля прекрасно проработаны колесные диски сквозные отверстия также на колпачках тут наклеили значки бмв но с декалями на продукции minichamps и maxichamps нужно быть тоже внимательным потому что со временем они ссыхаются бывают сворачиваются в трубочку если например вы протираете модель тряпочкой вы можете их тоже стереть и они потеряются и потом уже нужно будет искать замену я как-то протирал свои некоторые масштабные копии не заметил что смахнул значки на капоте также тут вполне хорошие покрышки но отсутствует боковая маркировка я думаю при нынешних технологиях можно сделать более детализированную резину но опять же это переиздание поэтому тут форма без каких-либо изменений и тут модель в варианте shadow line судя по тому что окантовка вокруг стекол черного цвета на первом варианте она была в хроме также вполне хорошо детализирован салон он тут из пластика окрашенного в массе но при желании можно разобрать модель окрасить некоторые элементы и также если вы посмотрите на панели приборов наклеили небольшую декаль с различными датчиками и тут трехспецовое рулевое колесо вполне хорошие задние фонари это уже версия рестайлинг и тут обозначены сектора поворотников огни заднего хода но мне не очень понравилось то как начертили небольшие прямоугольники и тут получается черная сеточка на настоящих машинах такой ярко выделенной детали никогда не было там были разделения секторов но они не бросались в глаза и также непонятно зачем тут начертили серебристой краской точечку на месте регистрационного номерного знака если пытались изобразить кнопку открытия багажника то она должна располагаться немножко в другом месте также тут выхлопная труба с двумя насадками скорее всего модификация 323 или 325 но нету обозначения на крышке багажника и досадный момент на этой масштабной копии это не открывающийся капот как было на первой модели миничемс и тут капот проклеен как раз видно пятнышко клея я постараюсь аккуратно лезвием отсоединить эту деталь и изготовить самостоятельно плашку двигателя возьму копию со старой модели от миничемс если у вас будет интерес я тоже вам могу показать в будущем конечный результат если посмотреть на оформление передней части то тут вполне хорошо сделали фары ближнего света также дальнего света но у этой модели есть небольшие проблемы с геометрией корпуса хотя образ прототипа передается на все 100 если сравнить эту масштабную копию с настоящим автомобилем то на мой взгляд у нее должны быть фары чуть меньшего диаметра и также тут еще один досадный момент это то что противотуманные фары зачем-то обозначили серебристой краской хотя я посмотрел вроде бы это все еще отдельные прозрачные детали и нужно будет демонтировать эти элементы убрать краску заполировать стеклышко и приклеить обратно и тогда получится нормальная детализация противотуманной фары также тут не хватает регистрационных номерных знаков но они отсутствовали и на ранней модели от миничемс и одно время с продукцией миничемс поставляли небольшие флайеры и вы могли ввести код на официальном сайте и тогда вам присылали различные декали для установки но по-моему такая техника в современных реалиях уже не работает я думаю нужно будет самостоятельно искать какие-то регистрационные номерные знаки сейчас продаются и различные комплекты из фототравления и возможно в будущем я сделаю небольшую доработку и давайте теперь посмотрим на старую модель от миничемс в черном цвете у меня также есть в коллекции более позднее переиздание в цвете металлик и эта модель тоже имеет ряд упрощений по сравнению с ранней моделью но она все же лучше детализирована чем машина от макси чемс и как раз если вы посмотрите тут просматриваются небольшие пузырьки на лакокрасочном покрытии но не так сильно как на других моделях и из-за того что тут серый салон он лучше просматривается и как раз если вы увидите тут немножко другой дизайн передних сидений тут сиденья спортивного типа а на модели макси чемс обычные сидения если вы увидите то как раз нижняя часть сиденья другой формы и также на этой модели мне больше нравится как сделана антенка она тут полноценная а на этой модели просто черенок но хотя я думаю при желании можно поставить небольшую струнку или какой-то другой элемент также модель более эффектно выглядит из-за хромированного ободка конечно можно сослаться что тут другая модификация но мы то с вами знаем что это просто удешевление производства точно такие же колесные диски точно такое же оформление передней части но плюс в том что прозрачные противотуманные фары и у этой модели глушитель с одним кончиком это более простая модификация скорее всего 320 и тут я могу вам показать как проработан моторный отсек давайте откроем капот конечно можно сказать что это большой недостаток на современных моделях что не открываются элементы но честно вам скажу вот на этой модели я открывал капот всего три раза за всю историю от начала покупки поэтому возможно в какой-то степени это не столь принципиально но хотелось бы видеть лучшую детализацию на моделях и конечно зная то что у этой машины хорошая проработка моторного отсека эта масштабная копия в нашем понимании сразу стоит намного дороже и давайте открутим модель от подставки посмотрим как у нее сделана проработка нижней части тут по-моему нету каких-либо упрощений но почему-то не окрасили выхлопную трубу и мне всегда не нравилось то что у minichamps прямо посередине три не очень красивых крепежных отверстия и можно было сделать крепление как например на моделях от autoart где-нибудь в боковых точках которые не мешают другим узлам автомобиля но что есть то есть модели приспособлены под один тип подставки вот такая симпатичная масштабная копия которая имеет ряд существенных недоработок по сравнению с ранней продукцией этого же бренда но за неимением лучшего это вполне хорошая альтернатива поставить желанный автомобиль на полку и пишите ваши комментарии понравился ли вам данный bmw e30 в темно-синем цвете приобрели ли вы похожую масштабную копию в свою коллекцию не забывайте поддержать этот видеоролик лайком если он вам понравился вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал там тоже регулярно выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные модели из моей коллекции а на сегодня это все до новых встреч пока